ничего не успеваю сегодня кажется 20 на ваших глазах упала подумайте я кинул и так перед вами настоящий королевский абрикос один из самых старых заслуженных вот ему давно исполнилось 25 ближе к 30 вот плоды вот такие понедельник должна приехать савини череносанна поздравлю ее еще с одним дипломом теперь она выпускница как она называется то это это что-то вроде кандидата наук она закончила аспирантуру у нее появилась еще одна профессия называется исследователь вот мы с ней будем исследовать вот видите вот это будем исследовать вот это будем исследовать в этом году плоды не самые крупные так вышло все не крупные академики поменьше грамм на 20 вот нет у меня рядом измерительных приборов отказала моя подарили когда-то мне эту самую электронную весы очень точная в общем гадайте я вам сразу скажу сколько тут 70 75 грамм положу и холодильник может доживет а нет погодите вот эти доживут елена савинич тут их осталось совсем немного ну представляете когда дерево стоит на дороге вот она дорога и попробовал бы кто-нибудь пройти мимо чтобы не поднять вот но я не жалуюсь я хвастаюсь вот беда у меня случилось я потом вернусь на тот участок вот беда случилась у меня с этими амурами вот они такие они полностью потеряли свою окраску они стали круглыми там еще и желтее спела на желтее да иногда редко падают вот такие вот это уже 50 грамм да вот но они уже не манджурцы то есть не амуры вот обидно он еще один там лежит а нет это может быть с этого упал не почерневший черный я боюсь подходить к нему ладно бог с ним пока так и эти я уже показывал рассказывал о них с украины разочаровали ладно но для коллекции сгодится вот я сейчас фотографии делал сфотографировал несколько первые плодоносили сценария манджурцы вебинар послезавтра покажу а куда я иду а что тут сало как сало что их пробовать что их пробовать так будем считать что продолжение следует пусть это будет небольшой фильм я просто хочу сказать что в этом году очень слабый урожай культурных вот одни все таки успевает окраситься вот тут же рядом висят не окрашенные тоже падает в общем знакомьтесь с королевским который уже не королевский несколько лет все поменялось значит химерой назвать нельзя дерево скоро 30 лет это не химера почему они так меняются это не сеянец привиты как всегда на манджурский абрикос получается влияние вегетативной гибридизации ура ну и потом что еще скажу вот это не я грыз это грыз кто-то из кого-то что это кишечек делаю странно что здесь сейчас тепло все не пчелы не муравьев не вижу я буду делать так вот так вот вынимать косточки и оставлять на месте это не моё это а еще кстати продолжение тема ура вот он я думаю чё я зря струксиру снимаю вот он я у него капал черви до сих пор не могут вернуться в землю вот там сыра там погибли те кто не успел выползти там ходы червячие заилились там нет сейчас жизни вот он пытается сейчас залезть видеть на наших глазах прошлый раз такая глазастенькая моя помощница внучка лера как она себя называет железово константий лера железово константий это сергеевна в общем так вот он хвостик все спрятался но это и беда потому что у них затоплены их буду на часов шел дождь были затоплены их норы их жизненное пространство почему еще раз дайте мне повод поговорить я скажу я скажу следующее друзья вот перелив вот этот так называемый самодо нет не так сейчас я вспомню это слово дурацкое вот сейчас помню полив полив влагозарядные подлейшее слово уничтожение всей подземной живности там кипит жизнь там пол дерева находится вы представьте себе что вот это вот прозрачная вот он абрикос который у меня прожил почти 30 лет вот его плоды ну попал под заморозок все крупноплодные абрикосы у меня пострадали в этом году урожай этих-то немерено вот сыновей манджурцы немерено и еще сенцева мура немерено еще покажу я хочу сказать что что мы не видим постарайтесь это вы не эти специалисты они не знают ничего вот представьте себе что вот здесь прозрачная почва вот раз геном просветили и там вы видите огромное дерево которое растет вниз головой огромнейшее дерево огромнейшее и каждая из миллионов так называемых сасающих корешков питает это дерево в том числе вот результат и как можно заливать это водой вода должна поступать туда по капиллярам вот она идет или снизу а потому что примерно в 10 метрах там 80 метров там начинается уже подземная 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 это в общем назовем это увлажненная почва вот это сказки что там подземные озера ручьи просто почва увлажненная когда копаешь землю метр за метр вдруг смотри стоит лужа вот я не было пока вы не убрали эту самую почву и лопаты и вот она образовалась лужа так вот самое страшное это так называемый влагозарядковый полив он подлее он страшнее засухи эти деревья не поливались ни разу если я сказал ну сколько ему лет я не помню 25 30 за все эти годы он поливался только первый самый год все ни одной капли не полит сколько он мне плодов дал сотни ведер это не показательный год сотни ветер вот тогда теперь я все сказал теперь я знаю зачем я тут увидел червяка показал вам но ведь эти то специалисты они не знают что там черви живут что они затапливают что черви перестают работать а это целый класс работников которые вот это вот это и выращивают вот это они связующее звено выговорился послезавтра вебинар сделаю еще не с фотографии покажу благодарю за внимание